Московский районный суд города Чебоксары приговорил жителя Цивильска к 18 годам лишения свободы. Его обвиняли в действиях сексуального характера в отношении малолетних, в изготовлении и распространении порнографических материалов с их участием. Дело о педофиле, который изготавливал, хранил и распространял порнографические материалы, вел отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКРП Чуваши. Следователи установили, что с ноября 2010 по июль 2014 года мужчина, пользуясь беспомощным состоянием, совершал действия сексуального характера в отношении шести малолетних детей. Некоторые преступления он снимал на видео, а затем распространял через файлообменные системы в интернете. Иногда ему помогала 25-летняя сообщница. Материалом дела также установлено, что злоумышленник по скайпу познакомился с двумя несовершеннолетними жительницами города Новочебоксарска и путем видеосвязи заставил их раздеться на камеру, записал эту видеозапись. Затем родители этих девочек, увидев странную смс-переписку, которую они ведут с неизвестным человеком, попытались выйти с ним на связь. Однако тот, почувствовав неладное, скрылся из Чувашской республики. Перед этим он попытался уничтожить часть видеозаписей порнографического характера, которые у него имелись на электронных носителях, а также попытался уничтожить часть самих электронных носителей. Однако все не уничтожил. Кроме того, часть видеозаписей удалось восстановить в ходе следствия по результатам проведенных компьютерно-технических экспертиз. Сам злоумышленник уехал в город Москву по паспорту постороннего человека, где длительное время скрывался, проживал на съемных квартирах. Однако его все же удалось найти, то есть установить его местонахождение в результате совместных действий, проведенных следователями нашего следственного управления, а также сотрудников отдела КМВД Российской Федерации и отдела КМВД Уголовного розыска МВД почувашской республики. Преступление он совершал в том числе и в квартире своей супруги, когда та была в командировке за пределами республики. Узнав, за что именно привлекается к уголовной ответственности муж, она развелась с ним. Мужчина в августе 2002 года уже был осужден на 10,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2010 года. В ходе судебного разбирательства весь объем предъявленного злоумышленником обвинения нашел свое подтверждение. Это удалось доказать благодаря результатам 22 судебных экспертиз, назначенных и проведенных в ходе предварительного следствия. В частности, было проведено 10 судебно-психиатрических экспертиз, 6 генетических, 2 комиссионные медико-искусствоведческие, а также дактилоскопическая и другие. Удовлетворил исковые требования родителей малолетних потерпевших о взыскании морального вреда. Остаток жизни 39-летний мужчина проведет в колонии особого режима, причем первые 5 лет в тюрьме. Его сообщница приговорена к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.